В Беларуси запустят еще 8 импортозамещающих проектов. Средства планируют направить из российского специального кредита. Новые производства будут выпускать автокомпоненты, станки, инструменты и другую продукцию. Часть займа освоится в рамках гражданских инициатив. Еще около 200 миллионов долларов вложат в оборонную промышленность, в частности, в разработку микроэлектроники. Минобразование запускает пилотный проект по питанию в школах. В каждом регионе в нем примут участие три учреждения образования. Специалисты протестируют новые технологии приготовления и принципы организации процесса. Так, первый прием пищи ребята будут получать через 3,5 часа после начала занятий. Зачастую дети приходят на учебу сытые, а блюда остаются невостребованными. Минздрав утвердил график для медучреждений. 25 декабря, 1 и 7 января больницы и поликлиники будут работать, как в праздничный день – 31 числа, по распорядку субботы, а второго – как выходной. В этот период обеспечат усиленный режим работы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В Могилевской области откроется 260 детских лагерей дневного пребывания, которые будут работать на протяжении всех зимних каникул. С пользой проведут время более 7 тысяч ребят. Если в какой-то школе и преимущественно в сельской местности запросов мало, специалисты организуют подвоз в ближайшие учреждения образования. В Бобруйске, к слову, набор открыт в 26 групп. На льду Бобруйск-арены прошел первый матч домашней серии игр хоккейного клуба «Динамо-шинник». Бобры выиграли у московского МХК «Спартак» с разгромным счетом 5-1. Следующая спортивная баталия с русскими «Витязями» запланирована на 24 декабря. Время – 12.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова